Северский район всегда славился трудами своих жителей. Особая, социально значимая работа педагогов. Эти люди годами отдают свои знания, опыт и душу детям. Более 50 лет Альфред Дмитриевич Егоров посвятил педагогике и сейчас, задавая себе вопрос, правильно ли распорядился судьбой, отвечает, что ни о чем не жалеет. 24-летний талантливый физик с Дальнего Востока в 70-м году попадает в другой конец страны. По окончании вуза студента распределили для отработки в школу номер 14, поселка Ильский. Начал с того, что оборудовал кабинет физики. Дети радовались, но так как он был технически оснащен, вот представьте, шторы автоматически опускаются, поднимаются, экран опускается, дистанционно включаются киноаппараты. У меня такая у меня кличка была «Фантомаз». В те годы шел вот этот фильм, значит, такой яркий, где много фантастики. Ну вот в сравнении с этим кабинетом, что они тут видели, они меня так называли. Ко всему и всегда относился творчески. Признается, что иначе было неинтересно. После учительства стал завучем, а потом и директором Ильской школы номер 16. Как истинный советский человек был поклонником трудового обучения в общеобразовательных школах. На базе 14-й при поддержке колхоза «Победа» построил трактородом и учебные классы. Школьники уже тогда могли получать профессию и гонять на сельскохозяйственных машинах в свое удовольствие и с пользой. Ответственность была высокой, ведь детей учили ездить на самых настоящих тракторах. Например, тяжелые гусеничные ДТ-75, Т-16, МТЗ-60. В весенне-осенне-летний период, чтобы, ну если дети они быстро усваивали, чтобы просто не кататься, а программы большие были, мы эти программы, как говорится, проходили на практике. То есть нам второе отделение колхоза «Победа» тогдашнего выделяло земли и наши старшеклассники, механизаторы на этой технике работали. В год мы осваивали и помогали колхозу в подработке до 700 гектар. Многое успел сделать Альфред Дмитриевич и в должности заведующего районного отделения народного образования. Но лучшим временем своей трудовой деятельности называет работу в должности директора школы номер 14. Любил не только детвору, но и коллектив. С теплом вспоминает представителей педагогического сообщества района того времени. Почти все директора школ тогда были мужчинами. Сейчас ситуация совершенно другая. Мужчин очень мало в образовании. Вообще не только в директорах их практически нет, но и педагогов очень мало. По-моему, 97% преподавателей в школу – это женщины. Когда меня спрашивают, почему такая диспропорция в кадрах, то я всегда говорю, что дело в том, что педагогика – это очень сложная и трудная работа. А мужики – народ хитрый. И там, где трудно, они уходят. Сам же Альфред Дмитриевич никогда не боялся трудностей, а любовь к педагогике передал и собственным детям. Они продолжили педагогическую династию Егоровых, общий трудовой стаж которой составил 102 года.